Чтобы программа работала быстро, давайте применим логарифм Евклида, который вы уже прослушали на теоретической извиннике. Итак, у нас есть числа А и Б. Давайте каждый раз из них выбирать максимальное, делить его на минимальное, и остаток заменять на это число. Сначала проверим, что числа не равны нулю. Если А равно нулю, то ответ это Б. Если Б равно нулю, то ответ это А. Наконец, если оба не равны нулю, давайте больше и поделим на меньше. Посмотрим, если А больше равно, чем Б, тогда ответ это ГЦД от остатка деления А на Б и Б. А иначе... Ответ это ГЦД от А и остатка деления Б на А. Все, мы закончили. Давайте проверим, что это работает. Вот видим, что за 0 миллисекунд, опять же, мы посчитали ответ для этого числа. Давайте попробуем на числах побольше это сделать. Допустим, здесь возьмем какое-нибудь большое число. И здесь какое-нибудь большое число. Запускаем. Видим, что они взаимно простые, и мы там уже задумали секунду. В отличие от 5 секунд в прошлый раз. Числа, правда, немножко другие, но очень большие, поэтому в целом время работы должно быть примерно такое же. Теперь давайте сделаем так. Смотрите, давайте, чтобы проследить, как работает наш алгоритм, добавим в начало вот здесь вот вывод текущих чисел А и Б. Вот видим, что всего за несколько итераций мы пришли к правильному ответу, равному единице. Теперь, чтобы было интереснее, давайте заменим и инт на лонг. Это нам позволит наивходить, на общем, усилить больших чисел. Здесь можно будет сделать вот аж вот так. Такие числа можно будет делать. Все равно много. Вот видим, наибольшую причину равен 2, но это похоже на правду, они обученные. И вот за столько итераций мы нашли этот ответ. Потратим на это 2 миллисекунды. Теперь давайте протестируем наш код на частных случаях. Например, на... В случае 0.1. На случай 1.0, наоборот. В случае 0.0 мы не будем сдавать, потому что это невалидный тест для наибольших учреждителей. Видим, что оба случая отработали правильно, выдали правильный ответ. Процедуру, которую мы написали, можно переписать в нерекурсивной форме. Смотрите. У нас рекурсивный вызов всегда происходит в конце процедуры. То есть последним действием. Мы вызываем рекурсивную процедуру. Рекурсивный метод. После этого возвращаем то, что она вернула. По научным ценам является хвостовая рекурсия. Ее всегда можно убрать. Как ее убрать? Очень просто. Вместо того, чтобы вызывать рекурсивную процедуру, просто поменяем наши текущие значения на вот эти. То есть мы заменим A и B на значения A мод B и B соответственно. И после этого вернемся к началу нашей процедуры. То есть вот здесь надо писать вайл. Давайте просто напишем вайлтру пока. У нас здесь есть ретурн, поэтому ничего страшного. Из-за этого нет. Если A больше B, тогда заменим A на остаток отделения на B. Или вот так даже можно писать сюда. Или красоты. А иначе заменим B на остаток отделения на A. Напишем комментарий, чтобы все было. Заменяем B на остаток отделения на A. Получилась точно такая же процедура, как раньше, только она не использует рекурсию. В некоторых случаях это может быть полезно. Давайте проверим, что у нас все еще все работает. Этот вывод уже неинтересен, потому что он не рекурсирует. Можно перенести его внутрь. Видим, что у нас точно так же, как в прошлый раз, за несколько шагов все сошлось к единичке. Если вам понадобилось найти наибольшую обучение двух очень больших чисел, можно, как и в прошлый раз мы делали с числой Fibonacci, использовать вместо типа Long, тип Big Integer. Так, давайте немножко перепишем наш код. Если... Сравниваем Big Integer, нужно методом equals. Так, и здесь тоже. Сравниваем друг с другом методом compare. Он возвращает либо число положительное, если больше, отрицательное, если меньше, и 0, если равно. В нашем случае надо проверить, если A больше равно B, то есть проверить, что эта штука больше 0. Значит, A больше равно B. В этом случае нужно A заменить на остатка деления на B. Так и пишем. A равно A. Тут подсвечивает метод GCD. Сейчас мы отдельно про него поговорим. A мод B. Все, теперь здесь давайте вернем. Давайте уже сделаем какие-нибудь очень большие числа. Не зря же писали. New Big Integer. Вот такого здорового числа. New Big Integer. Вот такое здоровое число. Скубочку не закрыли. Ну вот. Тут уже интересно. Видите, такие огромные числа. За совсем небольшое число итераций сошлись, наверное, в общем злительном. Все, за 5 миллисекунд. Ну и давайте посмотрим на стандартный метод GCD, уже реализованный в классе Big Integer. Давайте это вынесем. Например, в A вот это вынесем B. То же самое можно записать в виде в виде A.GCD от B. Получено и больше в силе двух чисел. Можно пойти собственно в метод GCD посмотреть, как он реализован. Если реализован немножко другой алгоритм, это алгоритм двоичного Евклида. Он немножко по-другому работает, но в целом работает за такое же время, примерно за алгоритмом от длины числа. На этом все. До свидания. До новых встреч.